Выберите там, где лучше. Даже, не знаю, останешься ты с ней, пройдет лет 7-5, ну хоть полгода. У вас что-то произойдет, вы разойдетесь или еще что-то. Тебя тут без работы лишат. Ну, работы лишат. Все пойдет по наклонной. И ты уже не сможешь уехать туда, повышать квалификацию, обустраивать себе хорошую жизнь. Ты просто потеряешь возможность. Зачем? Я говорю, что хочу устроить нам хорошее будущее. Видишь, ты делаешь во благо. Она пытается тебя оставить в рутине какой-то своей. Зачем? Я считаю, что в этом случае девушка должна была тебя поддержать. Всем привет. Всем, кто болеет. Попыталась уснуть, нифига не получилось. Хеллоу. Приветик. Как у тебя дела? БМ, приветик. Я тоже вот болею. Уздоравливай. Я никого кроме нее не вижу. У нас каждый день... Почти ссора, она говорит, если б любил, не ехал бы. Это манипуляция. Инфекция хоть я не знаю, она перепоняла, теперь муж болеет. Все хорошо. У тебя, смотрю, не очень. Поправляйся. Спасибо. Спасибо за ручку. Да, не отказывайся от желаний и возможностей. Погода нафиговая, пасмурная, хмурая. Снег нет. Да, я сказала, что у нас дождь сегодня был. Я не знаю, был у нас, нет. Нет, не было. Ни дождя, ни снега, только ветер. Ветрища, ужас. Измена? Я считаю, нет, нельзя. В Питере снег. Да я знаю. У вас там сугробы. У меня квартира. Трикомнатная. Был ветер. Сильный. Вспогорский гололед. Одна живешь? Нет. В Киеве снег. По ударе ни хрена нет, кроме ветра. Холодно. Камила, 200 на Каспи. Уздоравливаю. Камилочка, спасибо за донатик. Ди, привет. Как ты себя чувствуешь? Да фиговенько. Фиговенько. Еще болеешь, да? Нет, а Тита у меня вроде как не было. Как ты зовут, Тиана? Устаная тоже снег лежит. А у нас нет. Водички? Были. Дождь, гололед. Выздоравливаю. Спасибо. Да и знаю то, что в Устане снега нет. В Караганде тоже вроде как снега нет. Да я бы, наверное, даже рада была, если бы у нас тут дождь был. Часто болеешь. Пал из-за него сегодня. Я Водолей. Блин, даже не знаю, что надо сказать. Можем обсудить с вами книгу по осколкам твоего сердца, если кто-то читал. У тебя дождь, то сразу все замерзает. Нокоток. У меня 22 января день рождения. Я не удивлюсь, если я на свой день рождения буду болеть. Или на Новый год. Вообще не удивлюсь. 20 января. Это Козерог. Я дочитала до 16-го оглавления. У тебя простуда, у меня ангина. 31 января. У меня ангина, девочки. Я дочитала до того момента, где Дима уже узнал Полину, а Полина Диму еще не узнал. Где Леха с Диларой вроде как помирились. Как так заболела? Не знаю. По осколкам твоего сердца. Первая часть твоего сердца будет разбита. Вторая часть по осколкам твоего сердца. Они помирились еще не дочитала до того момента, где Дима объявился. Дима вон не то, что объявился. Дима прятался там за масками всякими. Короче, вот так примерно. Потом они с Полиной встретились на гонке. Полина шлем сняла, он ее узнал. Она его нет. Вот. Потом Полина приезжает домой и видит, как Леша с Диларой целуются в гостиной. Вот. Все. Дальше не читала. Дальше идет шестнадцатая глава. Всем привет. Не, не грустно, я болею. Девочки, спасибо, что закрепляете Каспию. Ничего, я сейчас поправлюсь и буду на основе интересные эфиры. У меня тринадцатый айфон. Прочитайте огонь. Как дела? Хорошо. Хорошо. Ты красотка. Спасибо, Анют. Еще постоянно что-то хочу, но не знаю, чего мне тошнит так. Вроде фруктов хочу, потом тошнить начинает. Вроде покушать хочу, потом тошнить начинает. Вообще непонятная тема. Ди, оу. Давайте немножко полежим. Вроде все горит. Угу. 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 Продолжение следует...